Добро пожаловать на пересадочную станцию и сегодня мы отправимся в мир настоящего постапокалипсиса. Василий Гавриленко. У книги слабый корешок. Анна Павловна сложила в сумочку обед, расческу, зеркальце, навесила на грудь автомат и вышла из дому. Было часов в семь утра и солнце стояло довольно высоко. У цветочной клумбы роились пчелы, высоко в небе трезвонила какая-то печуга. Анна Павловна с наслаждением вдохнула свежий воздух, подобие улыбки появилось на растерзанном лице. Неторопливо сошла с крыльца. Улица Трудовая спала. Вот уже пять лет, восемь месяцев, двадцать один день улица Трудовая спит. Анна Павловна прошла мимо заросшего лохматым кустарником дома Григорьевых. Григорьевы спят. Иван Анатольевич с Марией Сергеевной спят в дальней комнате на двуспальной кровати. Их дети, семилетний Сашка и трехлетняя куколка Маришка спят в детской. И Млечины спят, и Шибко, и Лиозовы. Спит улица Трудовая беспробудным сном. И город спит. Анна Павловна, слегка суттулившись, пошла по растрескавшемуся асфальту, схваченному с двух сторон зарослями малины и шиповника. Каблуки ее стучали. Обыкновенно Анна Павловна носила удобные ботинки, найденные в магазине обувь для рыбака и охотника. В ботинках она совершала вылазки за продовольствием, охотилась. Но на работу только каблук. Как прежде. Как всегда. Последний дом деда Алё. В детстве Анна Павловна, тогда еще Аня, с подружкой Светой Морозюк, которая спит с мужем и сыном в двухкомнатной квартире на улице Ломоносова, лазали к деду в сад за клубникой. Тот, узрев нарушительниц, кричал из окна «Алё! Алё!» На самом же деле деда Алё зовут Виктор Евгеньевич. «Здравствуйте, Виктор Евгеньевич», – тихо сказала Анна Павловна, проходя мимо заросшего палисадника деда Алё. Ей ответила скрипнувшая на ветру сорванная с петли калитка. Миновав трудовую, Анна Павловна спустилась к реке Изюмки, весело гонявшей по желтым камням прозрачную воду, с опаской преодолела дощатый раскачивающийся мосток. Дальше улица Садовая, затем Школьная. Здание школы, наверное, самое мрачное в городе. Солнце блестит в чербинах стекол, на крыше зеленятся березки-подростки. Ну, вот и пришла. Анна Павловна остановилась у одноэтажного деревянного здания, внимательно осмотрелась вокруг. Вздохнув, поправила автомат и направилась к крыльцу. У крыльца синяя табличка с потёками ржавчины. Изюминская городская детская библиотека, город Изюминск. На двери амбарный замок. Анна Павловна наклонилась к фундаменту, вытащила, как зуб из десны отвалившийся красный кирпич, достала из тайника ключ. Щёлкнул амбарный замок, скрипнула дверь. Анна Павловна вошла в тёмное помещение, вдохнула родной запах. Запах старой бумаги, слегка запылённой, пропечатанной когда-то типографской краской. Она проследовала к едва заметной в темноте конторке, поставила на неё сумку. Автомат сняла и положила во внутренний ящик. Постояв в темноте и прислушавшись, не завелась ли крыса, Анна Павловна направилась к окну, закрытому снаружи деревянными ставнями. Сквозь щели в ставнях пробивались лучи разгорающегося дня. Анна Павловна взяла с подоконника масляную лампу, сунула руку во внутренний карман. Чиркнула зажигалка. Строгий профиль высокой женщины лёг на стену. На фитиле лампы вспыхнул крошечный огонёк, сразу же разгоревшийся и осветивший стеллажи с книгами. Корешки золотисто вспыхнули. Толстой, Гоголь, Пушкин. Поставив лампу на конторку, Анна Павловна придвинула стул и села. Рабочий день начался. Сначала она переписала, набила формуляры нескольких книг. На старых чернила так распылились, что не видны индексы. Затем настало время ремонта. С предыдущего посещения Анна Павловна наметила 10 томов, которым необходимо срочное лечение. Это были повести знаменитого писателя-фантаста. Детишки зачитали книги так, что корешки свернулись набок, страницы растрепались на углах и почернели от немытых ручонок. Из некоторых книжек вываливаются листочки, корешки переломлены. Анна Павловна вспомнила фразу, которую всегда провожала маленьких посетителей. Сильно не надавливая, раскрывая книги. У книги слабый корешок. Одну из этих зачитанных ребятней книг она как-то раз взяла домой и прочла. Писатель рассказывала, как хорошо мы будем жить в будущем. Девочка, главная героиня и ее друзья будут летать в космос, совершать добрые поступки, бороться со злодеями. Жаль, что писатель ошибся. Но книги все равно нужно лечить. Анна Павловна решила распрямить по возможности корешки, затем проколоть их шилом. Это будет сделать непросто. И сшить суровой ниткой. А грязные страницы можно отбелить при помощи школьного мелка. Взяв из стопки первую книгу, женщина с головой ушла в работу. Когда в коридоре раздались шаги, Анна Павловна заканчивала с третьей книгой. Она так растерялась, что уколола шилом палец. На подушечке тут же появилась алая бусинка. Последний раз, когда она видела живого человека, пять лет восемь месяцев двадцать один день назад. И вот, перед ней человек. Сердце Анны Павловны затрепыхалось, как выдернутый из воды карась. Глаза расширились от страха. Парнишка лет семнадцати с рюкзаком за плечами, одетый в грязное тряпье и бейсболку со сломанным козырьком, и с подлобья смотрел на нее. Анна Павловна заметила, что у мальчишки только один глаз, вместо второго узкая слезящаяся щелка. «Ты кто, блядь, такая?» Глухо выдавил пришелец. Анна Павловна вздрогнула от звука этого голоса, напоминающего больше голос сбежавшего из тюрьмы убийцы, нежели голос мальчика. Она несколько нервно поправила волосы и, глядя в глаза парня, сказала, «Молодой человек, я попрошу вас в библиотеке такими словами не выражаться». Пришелец изумленно посмотрел на нее, потом вдруг заржал, показывая два ряда гнилых зубов. «Библиотека? Это че, книжки, что ли? Вообще, бля!» «Это книжки, молодой человек», как можно строже сказала Анна Павловна. «И книжки любят тишину и не любят матерную брань». «Ага», – отозвался парень. «Конечно». Он сунул руку за пазуху и вытащил длинный изогнутый нож. «Слышь сюда, тетя! Сейчас ты отдашь мне всю жрачку, что у тебя есть, или я перережу тебе нахер глотку. Усекла?» Анна Павловна замерла, глядя на клинок. «Я тебя спрашиваю, усекла или как?» Мальчишка шагнул к конторке, устрашающе подняв свое оружие. «Усекла», – отозвалась Анна Павловна. Она наклонилась и вытащила из ящика конторки автомат. Черный глазок уставился грабителю прямо в лоб. Мальчик вскрикнул, присев на корточке. «Тетя, не надо!» «Что не надо?» «Не стреляй!» «Как это, не стреляй?» «Ты только что собирался перерезать мне глотку, сопляк!» Мальчишка заплакал. Слезы оставляли светлые полоски на замурзаченных щеках. «Дай сюда нож», – приказала Анна Павловна. Мальчик повиновался. Когда он приблизился, женщина поняла, что грабитель еще младше, чем показался ей поначалу. Ему лет пятнадцать в лучшем случае. Анна Павловна спрятала в стол кривой нож. Мальчик стоял перед ней на вытяжку, колени его дрожали. «Ты умеешь читать?» – спросила вдруг женщина. «Умею!» «Он умеет читать, надо же!» Подумала Анна Павловна, и сердце ее потеплело. «Вот что мне с тобой делать?» «Отпустите меня, тетя! Пожалуйста, отпустите!» Женщина в раздумье смотрела на стоящего перед ней мальчишку. «Откуда он пришел? Куда направляется?» «Ты здесь живешь? В этом городе?» «Вот уже две недели, тетя!» «Хорошо!» Анна Павловна наконец-то приняла решение. «Знаешь, как мы с тобой поступим?» «Я дам тебе еды, но не сейчас!» «Сейчас я дам тебе кое-что другое!» «Ты возьмешь эту вещь и через три дня принесешь обратно!» Мальчик, не понимающий, хлопал глазами и молчал. Анна Павловна поднялась со стула, бочком приблизилась к книжным стеллажам, не забывая держать грабителя на мушке. С полка, отмеченной буквой «Д» она сняла книгу в синем переплете и тут же вернулась к конторке. «Ты возьмешь книгу. Называется «Три мушкетера». Читал?» Мальчик отрицательно покачал головой. «Ну вот и хорошо. Ты принесешь мне книгу через три дня, и я дам тебе вот это!» Положив книгу на конторку, Анна Павловна выудила из сумочки продолговатую коробочку. «Знаешь, что это? Это чипсы!» Женщина заметила, как дернулось в горло мальчишки, сглатывая слюну. Боль иголкой кольнуло сердце Анны Павловны, но она спрятала чипсы обратно в сумочку. «Так вот. Принесешь книгу через три дня, получишь чипсы. Вот так. Согласен?» Мальчишка кивнул. «Хорошо. А теперь мне нужно заполнить формуляр. Автомат я положу себе на колени и учти. Если ты попытаешься сделать что-то, чего делать в библиотеке не следует, я последую твоему примеру и изрешечу тебя пулями. Понятно?» «Понятно», – отозвался мальчишка. Анна Павловна достала чистый формуляр, вписала туда название книги. «Как тебя зовут-то?» «Жигай», – буркнул грабитель. «Как?» «Жигай я. Сталкер». «Ну, хорошо», – терпеливо отозвалась Анна Павловна. «Сталкер, сжигай. Так и запишем». Она заполнила формуляр, вставила его в конвертик на форзаце книги и протянула книгу мальчишке. «Держи. И помни, сильно давить, раскрывая книгу, нельзя. У книги слабый корешок». «Жигай» взял книгу заметно дрожащей рукой. Анна Павловна занялась своим делом. Мальчишка некоторое время стоял посреди библиотеки, переминаясь с ноги на ногу. «Теть». «А, мне можно идти?» Анна Павловна вздохнула, достала из конторки нож мальчишки и протянула ему. «Забери это. Да, и еще». Пошарив сумки, она вынула три ржаных сухаря и положила на конторку. «Это тебе». Мальчишка схватил сухари и выбежал из библиотеки. Анна Павловна услышала, как простучали подошвы ботинок по сохшемуся деревянному полу. Вздохнув, она продолжила работу. На третий день сталкер, сжигая, конечно же, не пришел. Книга «Тремушкетера», отличное детгизовское издание с картинками, канула в лету. Конечно, этот малолетний поросенок использовал книжку на рожек костра, а то и на что похуже. Закончив лечение книги сказок, Анна Павловна взяла сумку, автомат, затушила лампу и отправилась домой. Над головой уже сияли звезды, а где-то над лесом, начинающимся сразу за городом и отлично видным с пригорка, повисла полная луна. С момента посещения, сжигая, прошло семь дней. Ночью Анне Павловне не спалось, и она думала, что поступила неправильно. Как она могла прогнать прочь единственного человека, встреченного за пять с лишним лет, причем мальчишку? Да, этот сталкер стал злым и коварным, как маленький зверек, но разве у нее есть выбор? Разве не лежат на импровизированном кладбище в огороде ее дочь и сын? Разве город не спит мертвым сном? Что же я натворила? Что натворила? Слезы душили женщину. Да, этот мальчик мог убить ее, мог украсть у нее автомат и застрелить, но он мог бы. Боже, боже, он мог заменить ей сына. Дура, чертова дура, помешанная книжница. Вместо сна Анна Павловна обзывала себя последними словами. Одиночество душило ее. Прошло десять дней. Анна Павловна осунулась и похудела. Ее взгляд стал рассеянным, но главное, она не брала в руки книг. Пять лет, восемь месяцев, двадцать один день она читала. Читала каждый день на ночь. Читала, погружаясь в другие миры, забывая обо всем на свете. Плакала и смеялась вместе с автором. Но теперь она поняла, что книги мертвы. А вот мальчик, заглянувший в библиотеку, был живым. И Анна поменяла живое на мертвое. Это предстояло исправить. Канистру с бензином она взяла в гараже Тимофеевых. Хорошие были люди, душевные, не то что она. Мальчик ушел. Наверняка он погиб где-то от голода, а она... Анна пожалела для него чипсы. Анна Павловна шагала к библиотеке твердым шагом. Ее волосы трепал ветер, изуродованные губы стали тонкой, искривленной нитью. Книги врут. Книги не спасают от одиночества. От одиночества спасает бензин. Анна Павловна села на пол. Сдрагивая всем телом, отвернула крышку на канистре. Резкий запах ударил в ноздри. Женщина кашлянула. Откинув с головы волосы, поднялась, готовая плеснуть бензин на книжные стеллажи. Скрипнули под подошвами ботинок сохшиеся доски. Анна Павловна обернулась. Мальчишка стоял на пороге. В левой руке книга «Три мушкетера». Дед Гис, 1965 год с иллюстрациями. В правой банка тушенки. «Тетя», – смущенно проговорил мальчик, – «у тебя случайно нет еще про Д'Артаньяна?» «Я принес тебе тушенки». Добро пожаловать в реальность. Если вам понравилось наше путешествие, то обязательно напишите об этом в комментарии и оцените его. И, как всегда, до встречи в следующих мирах. Субтитры создавал DimaTorzok